О менее заметных, но значимых новостях региона сейчас коротко расскажет моя коллега. Три многоквартирных дома в Ахе сдали после капитального ремонта. В одном из них полностью заменили крышу, часть сделали плоской, другую скатной. В двух многоэтажках в селе Москалево полностью обновили инженерные сети. Эти объекты стали последними в муниципальном плане на 2023 год. Всего в Ахинском районе в этом году капремонт коснулся 17 домов. В семи из них обновили крыши в четырех фасады. В остальных заменили сети газа и электроснабжения. Невельчане делятся в сети кадрами последствий прошедших дождей. На видео улицы Советской 69 очевидцы снимают, как потоки воды выносят грязь и траву прямо во дворы. Также жители сообщают, что в этом месте разрушается дорожное покрытие. Сахалинцев приглашают вплавь добраться от Корсакова до Анивы. Соревнования «Доплыть до победы», приуроченные ко дню окончания Второй мировой войны, пройдут 2 сентября. Ранним утром на площади Славы участники возложат цветы к мемориалу. Второй этап начнется в селе Первая Пать. Пловцам предстоит преодолеть 15 километров до пляжа в Аниве. Поучаствовать могут все желающие от 18 лет. Прием заявок продлится до 31 августа на сайте областного министерства спорта. Участники обязаны предоставить оригинал медицинской справки допуска и страховку. В правительстве Сахалинской области открылась выставка, посвященная Игорю Павловичу Фархуддинову. Проект приурочен к 20-й годовщине со дня гибели губернатора нашего региона. 20 августа 2003 года на Камчатке разбился вертолет, направлявшийся на Парамушир. Трагедия унесла жизни 20 человек. Снимки для экспозиции предоставлены из фондов Краеведческого музея и Исторического архива. Выставка, рассказывающая о важных событиях региона, будет работать в холле первого этажа ПСО до 15 сентября.